Владельцев крупного рогатого скота в очередной раз попытались вразумить. Административная комиссия провела рейдовую проверку личных подсобных хозяйств в поселке Дунай. Хозяевам частных подворий напомнили о правилах содержания и выпаса домашних животных. Далее подробнее. Коровы, свободно гуляющие по городским улицам, промышляющие на помойках и отдыхающие на газонах, стали привычной картиной не только для жителей Фокина. Давно не удивляются бесхозным животным и жители поселка Дунай. Городские власти прилагают возможные усилия по наведению порядка. На днях административная комиссия побывала с рейдовой проверкой в Дунае. В первую очередь инспекторы навестили хозяев частных подворий и провели с ними разъяснительную беседу. Рейд носил профилактический характер. Проверяющие напомнили владельцам личных подсобных хозяйств о том, что с этого года значительно увеличились административные штрафы за нарушение правил содержания и выгула крупного рогатого скота. Штрафы, еще раз хочу напомнить, что от 4 до 5 тысяч за выпас крупного рогатого скота на неустановленном месте, с хозяевами животных проведена в очередной раз беседа. Хотелось бы обратиться к владельцам. Будьте добры, смотрите за своей скотиной. Штрафы очень большие, чтобы потом не было обидно, что вас привлекли к административной ответственности. У нас в городе так и продолжают ходить коровы, но я думаю, что не так далеко осталось ждать, что мы выясним, кому принадлежат данные животные, и владельцы будут привлечены к административной ответственности. Хозяева, отпускающие своих буренок на свободный выпас, оправдываются чаще всего отсутствием в поселке пастуха. Эта профессия, несмотря на высокий уровень безработицы среди населения, остается малопопулярной. Да и затраты на организованный выпуск скотины достаточно высоки. Вместе с тем, владельцев рогатых кормилиц рано или поздно вынудят позаботиться о соблюдении предписанных административным законом правил. Корова является собственностью, и собственник обязан следить за своим животным. Я думаю, наложение штрафов все-таки заставит граждан принять какие-то меры для того, чтобы их животные ходили в стадии, а не блуждали сами по себе. Власти также планируют для определения владельцев бесхозных парнокопытных применять современные технические методы. В частности, установленный на животном небольшой сигнальный маячок поможет найти адрес постоянной прописки бродяги. Хозяин даже, в общем-то, и знать не будет, что корова в хлев вернулась с маячком. А у нас это будет отслежено, и я так думаю, что доказательная база будет принадлежности данной коровы, то, что она гуляла в городе, а потом пришла домой. Я думаю, что мы все-таки победим эту проблему и вынудим владельцев смотреть за своей скотиной. В ходе рейдовой проверки комиссия проконтролировала также санитарное состояние мусорных контейнерных площадок на придомовых территориях поселка. В результате было составлено шесть административных протоколов. В числе претензий переполненные бытовыми отходами баки, не убранные на площадках мусор, недостаточное количество стационарных точек по сбору бытового мусора на территории поселка. Вероятно увеличение числа контейнерных баков и площадок, которые запланированы администрацией на ближайшее время, изменит ситуацию в лучшую сторону.